В Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента вспоминали подвиг святых жен Мироносец. В этот день также почиталась память святого преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, частица мощей которого находится в соборе. Подробности далее. Мария Магдалина, Мария Клеопова, Соломия, Иоанна, Марфа, Мария и Сусанна – ученицы Христового, неотступно следовавшие за своим учителем, даже когда апостолы в страхе разбежались после крестной смерти Спасителя. Не успев совершить погребальный обряд над умершим, из-за приближающейся субботы женщины на третьи сутки после его смерти пришли ко гробу. Огромная чистая вера святых женщин была вознаграждена. Ангел возвестил им о том, что Христос воскрес. Эти события вспоминают православные жители Ташкента. И это воскресение Христово так глубоко упало в сердце святых жен Мироносец, что они шли по всем вселениям, городам и вестям того мира, чтобы возвестить людям о воскресении Христово. Святые жены бесстрашно проповедовали. Так Мария Магдалина оставила родной край и отправилась с проповедью в языческий Рим. Эти жены-вероносцы зазгли сердца многих людей, которые стали подвижниками, подвижницами на Ниме Христовой в исполнении воли Божьей. И мы знаем, что среди женщин есть много таких, которые достигли высокой степени совершенства в духовной жизни, в любви к Богу и в ближнем, в любви к Царству Божьей. По словам архипастера, современные христианки должны сохранять преемственность от жен Мироносец и нести подвиг сеяния веры Христовой в сердцах людей от самого раннего возраста до глубокой старости. Завершая свою проповедь, митрополит Викенти подарил подсветку каждой женщине, пришедшей в этот праздничный день на службу. Продолжение следует...